Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Не могу забыть бывшего молодого человека. Кажется, будто забыла, отпустить не получалось. Когда раз, когда случайно подыскается, внутри все горит и болит. Был очень даже жить не хочется, да, пытаюсь отвлечься, работаю, хобби, нашла, поставила себе разные цели, но никак. Как справиться? Ну, справляться ни с чем не надо, это первое. Да, то есть как бы вот, именно справляться, именно справляться ни с чем не надо. Потому что вот если говорить о том, чтобы справляться, то вряд ли вы себе этим поможете, потому что вы только лишь свои чувства будете, ну, как-то вот еще глубже зажимать. На мой взгляд, по крайней мере. Вот, поэтому я бы здесь сказал, я бы здесь сказал, что, во-первых, нужно прожить вам боль. Вот, это первое. То есть вам нужно прожить, ну, вот, свою боль, которая у вас есть. Вот, второй момент, это то, что вам нужно лучше увидеть, из чего состоят ваши призывания. То есть вот, ну, что вам, грубо говоря, не дает человека забыть. Совершенно очевидно, что вот, ну, что-то, что-то такое есть. Совершенно очевидно, что что-то вас удерживает. То есть вас удерживает. Сам человек, например. Ну, ну, вас, он именно держит. А держать он вас может только одним. Своей, эээ, потребностью. Ну, то есть ваши, ваши потребности. Вот. То есть у вас, эээ, ну, по факту, есть некая потребность. И, ну, именно вот, ваша потребность какая-то. И вы эту потребность, эээ, свою связали с, эээ, человеком. Вот. И, соответственно, только с его помощью, эээ, на данный момент, пытаетесь ее, ее реализовать. То есть, естественно, что это не все. Естественно. То есть, конечно, эээ, есть и некоторая травмированность. То есть, ну, если вас, эээ, если вас бросили, да, вы расстались, то любое расставание, это правда. Именно поэтому я, эээ, и говорил в начале, вот, о том, что вам нужно прожить, эээ, как бы, эээ, ну, свои чувства. Вам нужно прожить, эээ, ваши эмоции, вот. Какими бы они ни были, ээээ, выплакать их, эээ, проговорить. Эээ, вот. И, соответственно, эээ, возможно, поработать, эээ, еще над тем, как вы, ну, воспринимаете себя. Да? То есть, как вы относитесь к, эээ, себе? Это тоже, эээ, весна-весна, эээ, важный, эээ, такой момент. Потому что, скорее всего, эээ, скорее всего, эээ, к себе вы относитесь, ну, далеко не лучшим образом. Вот. И, ну, где-то, вот, вы, ээээ, себя, скорее всего, обесцениваете. Вот. Обесцениваете, ээээ, принижаете, эээ, с одной стороны. А, с другой стороны, идеализируете, ээээ, человека. Вот. Ну, в смысле, вот, ну, мужчину, ну, мужчину, идеализируете мужчину. Вот. Это происходит естественно. То есть, идеализация происходит естественно. Чем больше вы обесцениваете себя, тем больше вы идеализируете другого. Ну, это в какой-то степени классика. Вот. Другой вопрос заключается в том, что вы уже как бы изначально готовы были к тому, чтобы идеализировать человека и, ээээ, ну, так скажем, принижать себя. Вот. То есть, я хочу особо подчеркнуть, что у вас уже, эээ, скорее всего, была или есть такая тенденция. Тенденция к тому, чтобы себя обесценивать. И, скорее всего, ваш молодой человек, эээ, об этом знает. Если он не знает об этом на когнитивном уровне, то есть, на уровне мысли, он это чувствует неосознанно. И, соответственно, ведет себя, да, с вами именно так. Так. Я предлагаю вам получше посмотреть на то, эээ, что вы подразумеваете под болью, под, эээ... ну, под невозможностью опустить, да, вот, что вы под этим всем подразумеваете, что вы имеете в виду, говоря об этих вещах. Потому что то, о чем вы говорите, вообще-то, это максимально пока что общие слова. Это максимально общие, максимально, эээ, неопределенные высказывания относительно себя, относительно, эээ, того, что вот, эээ, ну, с вами происходит. А хотелось бы, хотелось бы, эээ, больше подробностей, хотелось бы большего раскрыть, раскрытия, так сказать, ситуации, в которой вы оказались. Не только и не столько для нас, сколько для вас. Потому что именно из-за того, что вы, говоря о такой достаточно серьёзной вещь, как эээ, боли, эээ... нежелание жить, нежелание жить, говорите об этом максимально неопределённо. Да? Ведь, понимаете, как может быть? Вы можете на полном, эээ, ну, на полном, эээ, серьёзе, эээ, считать и полагать, что этот человек был единственным в вашей жизни. То никого другого лучше вы не встретите. Что, если, к примеру, не получилось у вас построить отношения с ним, то уже не получится построить отношения ни с кем. Вы понимаете, какая штука? И это может быть, эээ, ну, вашей, такой, позиции. Это может быть вашей позиции. А может быть, и вашей позиции, например... Например, страх, эээ, ну, страх, допустим. Это может быть, допустим, эээ, заниженная такая вот, эээ, самооценка. Ну, ваша заниженная самооценка, я имею в виду. А может быть, и... Что-то ещё. Понимаете? Может быть, здесь что угодно. Но... Пока что... Непонятно. Вот, эээ, главный этот момент, он, эээ, заключается в этом. Пока что. Что непонятно, что скрывается за тем, что вы говорите. Это надо выяснить. Сейчас. Это надо выяснить. Сейчас. Это... Самая главная задача. Понять вас. Чтобы вы себя, эээ, ну, поняли. Чтобы вы, эээ, лучше себя понимали. Происходит ли это на данный момент? Нет, конечно. Вам просто больно. Вам просто тяжело. Поэтому, эээ, первым, эээ, первой своей задачей, вижу, именно, ээээ, получение, эээ, вами, полной картинки, и всё происходящее. Вот. Пока этого не будет, сложно будет сделать, эээ, ну, шаг вперёд. Сложно будет двигаться куда-то дальше, вам очень тяжело будет. Практически невозможно. Я не думаю, честно говоря, что, эээ, именно этого вы хотите. Я думаю, честно говоря, что вы хотите всё же, если вы действительно хотите, то вы хотите как-то свою, эээ, свою, эээ, ну, жизнь изменить. Я так, думаю, так. А, предполагаю. Ну, так, если это так, если это так, то давайте тогда этим и займёмся. То есть, вот, не, эээ, справляться с чем-то мы будем, как вот вы, эээ, предлагаете, да? Вот. Не, от, не сбегать мы будем, от, эээ, ну, от боли, как вот сейчас вы, опять же, предлагаете, а именно всё-таки постараемся разобраться. Вот. Поэтому начните с, эээ, максимальной такой вот, ну, эээ, с максимально полной, я бы сказал, картины происходящего. И дальше я уверен, что ситуация будет раскрываться. Да, вам нужна поддержка. Да, эээ, вы самостоятельно, может быть, эээ, с этим не справитесь. Это, эээ, тяжело, это, эээ, болезненно. Это правда. Это правда. Именно поэтому вам нужно заручиться, эээ, помощью психолога, вот, которому бы вы доверили, с которым бы вы начали обсуждать, ээээ, ну, вот, свою, так скажем, ээээ, ну, проблематику. Вот. И, эээ, дальше, на мой взгляд, вам было бы только лучше, вам было бы только легче. И, конечно, вы можете, эээ, и с этим не согласиться. И, вы можете сказать о том, что, эээ, нет, я просто хочу, ээээ, ну, ээээ, справиться, эээ, ну, ээээ, ну, со своими, как бы, трудностями. И всё. Вот. Ну, вам же отношения ещё нужно строить. Я имею в виду, другие отношения вам нужно, ну, выстраивать. Ээээ, с, эээ, ну, другими мужчинами. Вот. И, чтобы это делать, вот, эээ, максимально, максимально эффективно, чтобы это делать максимально корректно, давайте, ээээ, что всё-таки будем с этим разбираться. Так как это того заслуживает. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Удачи! Набращёнте всё за помощь. Удачи! 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 Удачи!